Микс Ньюс Не до шуток сегодня пятница в Латвии. И не только. Дождь идет. Завтра обещают усиление ветра северного. Все на море. Будем ловить чаек. Поговорим сегодня на не самую легкую тему. Правда, не до шуток. Она очень нас волнует. Это мы выяснили буквально недавно за одним общим дружеским столом. О том, что очень много недосказанного. И это должно быть проговорено. История не может спотыкаться каждый раз об одну и ту же ступеньку и не идти дальше. Поговорим о Холокосте. Готова ли Латвия признать масштабы коллаборационизма? Чуть попозже объясню, почему к этому есть даже информационный повод. Поговорим об этом сегодня. Ну, естественно, с Леной Лукьяновой, которая в студии моя соведущая. Также у нас сегодня в студии Лолита Томпсона директор музея Жанны Липки. Жанни Солипки, простите. Жанни Солипки, да. Мстислав Пентковский, режиссер-постановщик Хмаринского театра. Поставил детскую оперу чешского композитора Ганса Краса Брундибар. Об этом тоже Мстислав нам расскажет чуть попозже. Добрый вечер. И по скайпу с нами сегодня историк Илья Ленский. Илья, слышите нас? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот все в сборе. Давайте я немножко расскажу, что прочла буквально на днях. Вышел доклад, посвященный тому, как европейские страны воспринимают Холокост и свое собственное прошлое. Латвия, как почти вся новая Европа, стала объектом критики из-за неготовности признать масштабы коллаборационизма. Авторами доклада стали научные сотрудники Гринландского и Ельского колледжей, собиравшие информацию по всем странам Европы. И вот, согласно их выводам, многие правительства стран ЕС реабилитируют коллаборационистов с нацистским режимом, также приуменьшают свою вину в уничтожении евреев. Ну, наибольшего размаха ревизионизма, будем честными, согласно докладу, достиг в Польше, Венгрии, Хорватии и Литве. Образцовыми исследователи называют Чехию и Румынию. Каждая страна получила свою оценку, обозначающую направление движения и прогресс в этом вопросе. Зелёная, значит, страна на правильном пути вместе с обществом, вместе с историками. Жёлтая – это осторожно, можно уже переступить черту. Ну и красная, понятно, что впереди очень много работы по осмыслению, принятию, принятию, не знаю, решению и переживанию этих проблем. Латвия среди жёлтых стран. То есть не всё так плохо, что страшно радует, конечно, но, тем не менее, при этом, при всём в стране, как мы знаем, существуют при этом парады. Как сказать правильно, Лолита? Правильно сказать парады политиков. Парады политиков, вот, Илья, спасибо. Спасибо. И очень хочется проговорить, почему так происходит, почему могут ходить в наше время, в 21 веке, когда вроде бы и так всё-всё ясно, но, тем не менее, ходить, деговать, признавать заслуги перед Отечеством легионов СС и не признавать уничтожение евреев. Вот такое у меня, простите, длинное вступление, может, сумбурное. Наверное, Илья, к вам первый вопрос. Значит, смотрите. Во-первых, все вот эти вот обзоры, их очень много за последние годы опубликовано с лучшими результатами для Латвии, с худшими результатами. Самая большая проблема в том, что совершенно непонятно, какую, так сказать, какую финальную цель они ставят. То есть, когда они говорят, что Латвия на правильном пути, или там страна Х на неправильном пути, сделано достаточно, сделано недостаточно. Это абсолютно бессмысленные разговоры, потому что у нас нету никакой шкалы, у нас нету никакой линейки. Мы не можем сказать, что вот у нас здесь сделано 0,75 правильного, а вот страна Х сделала 1,27 правильно. Совершенно непонятно, что такое правильная память, что такое неправильная память, что такое правильное признание, что такое неправильное признание. То есть, казалось бы, каждый президент Латвии в публичных речах будет до 4 июля или по другим случаям. Говорит о коллаборационизме президентская комиссия историков, как вы знаете, издала среди 28 томов, в том числе и 6 томов, посвященные Холокосту в Латвии. Там достаточно широко рассматривается вопрос коллаборационизма. Тем не менее, как бы на составители опросов, это чаще, ну вот этих вот исследований, это чаще всего не влияет, потому что они, видимо, сами многие из них не понимают, какая у них цель. Да, то есть и в этом смысле сложно сказать заслуженно. Латвия получила вот эту вот желтую оценку незаслуженно. Уж не говоря о том, что, например, там, сказать, парады 16 марта вообще не имеют никакого отношения к тому, как английский общество относится к Холокосту. Это звучит странно, но оно имеет, прежде всего, отношение к тому, как себя позиционируют политики, как и что. То есть, это не коррелирует, как очень многие вещи, с тем, что происходит в сфере памяти о Холокосте, в сфере признания или непризнания каких-то вещей. Илья, простите, у меня вопрос такой. А вот если это, ну я не знаю, признание, непризнание, я читала, как политики Латвии, они сожалеют, да, сожалеют в основном о том, что погибло много людей, уничтожено было много людей. У меня такой вопрос, как у юриста. А вот не пройдя этот путь, вот вы сами сейчас только что сказали, политики Латвии не до конца понимают, какая у них цель. Вот если не пройти этот путь, не признать, не осознать, зачем и почему, то чем это грозит в будущем? Нет, я говорю, что не политики Латвии не понимают, а составители исследований не понимают. Хорошо, составители исследований не понимают, политики не понимают. Должны ли люди, жители, здесь разве речь идет только о политиках, только о государствах, что будет, если сами люди вместе со своими политиками, вместе со своими историками не разберутся в проблеме? Чем это грозит? Смотрите, это немножко разные вещи. То есть, с одной стороны, действительно, если мы не разберемся со всеми вот этими, это даже не скелеты в шкафу, это вот как бы непохороненные мертвые в некотором смысле, то это нам грозит, собственно, тем, что мы будем раз за разом спотыкаться и наступать на те же грабли. Да, у нас постоянно забывают о том, что вопрос о коллаборационизме и вопрос о Холокосте, это, так сказать, в каком-то смысле вопрос вообще не о евреях. Это вопрос о том, как общество реагирует на оккупацию, насколько общество конформно или, наоборот, насколько оно готово защищать какие-то вещи, которые для него важны, насколько эти вещи на самом деле важны, какая роль индивида в этих вопросах и так далее. Это вопрос, который не имеет вообще никакого отношения к евреям, по большому счету, но который в истории Холокосте проявится наиболее ярким образом. О современных европейских ценностях и о ценностях прав человека, и о приоритете человеческой личности, и о толерантности, и о том, о чем написана последняя книжка Фукуямы, идентичность, наверное, так. Можно и так сказать, да. Но другое дело, это то, насколько, я говорю еще раз, насколько, как мы себе представляем вот этот вот разговор. То есть, когда мы говорим о том, что общество не проговорило, и общество не решило, и общество не дискутировало, то как мы себе представляем завершенность этого процесса? Если мы посмотрим, то, так сказать, в каждом обществе все эти дискуссии шли своим путем. Каждое общество по-своему решало эти проблемы. Если нам кажется, что Германия прошла этот путь, то сами немцы довольно скептически восприняли бы такое заявление. У нас нету, я говорю, у нас нету никакой модели, у нас нету никакого эталона. Поэтому, я думаю, что надо скорее оценивать прогресс, совершенный, путь пройденный за какое-то время, нежели то, насколько мы близки к какому-то результату, который вообще непонятно, что это такое. Это конечный результат. Да, то есть, опять же, если мы смотрим на Чехию, у которого получился зеленый свет, то у чехов вопросов о конформности, о коллаборационизме, поверьте, побольше, чем у многих других европейских стран. Лолита, вы замечаете, что год от года меняется отношение к этой теме у гостей вашего музея? Во-первых, часть гостей нашего музея – это иностранцы. Приходят школьники, приходят местные жители. И я никому не спрашиваю, как они относятся к коллаборационизму. Понятно то, что есть интерес вообще к теме, к жизни евреев не только во время войны, что с ним произошло, но и до войны. И в культурном смысле. Издаются книги, и есть сейчас за последние 10 лет уж точно множество культурных продуктов – театр, кино, книги, воспоминания, в которых присутствует и холокост, и отношения местных жителей, и в основном, конечно, выживших. Потому что ты должен выжить, чтобы рассказать эту историю. Поэтому, когда вы говорили, что политики сказали, вот жалко, всех убили. Нету таких речей. Речи, которые были, на которых я присутствовала во всех памятных мероприятиях холокосты за последние уж точно 5-6 лет. И никогда никто не забывал, что был эколомционизм. И упоминается всегда команда Арайса, которой, я хочу подчеркнуть, не вся Латвия, а команда одна. И про это говорится, есть имена всех людей, которые участвовали. И не надо забывать, что тут же в 45-м году людей, которые участвовали в убийствах, не только евреев, но и психически больных, и цыган, и часть расстрелянных, часть сосланные, часть, которые сбежали в Аргентину. Да, да, там сложнее. Но нет такого, что нет, мы не знаем, и мы про это не говорим. Хорошо, известные имена убийц. Дальше что мы с этим делаем? Мы преследуем семьи тех, которые сейчас живут в Латвии. Вот твой дедушка убивал, что мы с этим делаем? Мой, потому что был в Красной Армии или бежал с советской властью, потому что коллабационировал уже с коммунистами, он лучше. И мне кажется, вот в языке театра это очень хорошо было показано, в Новом Рижском театре был спектакль «Дедушка». И там один и тот же актер играл трех дедушек. Вот одного, который был в Красной Армии, потом в СМЕРШ, то есть такая история. Второй был в Легионе, очень такой, то есть понятно, за свободную Латвию, и Гитлер нам поможет. Его какая-то история. А в середине был человек, дедушка, который просто тут попал, там попал. Вот как-то прошел войну, и вот это его очень человеческая история. Мне тогда казалось, что для этого нужно... Холокост у нас одной из самых лучших исследованных тем в Латвии. В истории вообще лучше всего. Просто, ну вот вы скажете, маленькие города, большие психбольницы, евреи, цыгане, у нас есть на все документы, 28 долларов. Но что с этим делать дальше? Да, что с этим делать дальше. Вот поэтому мне кажется, что вот этот шаг, про который, я думаю, вы говорите, чтобы общество про это говорило, это именно, мне кажется, это культура. А общество должно об этом говорить? Или должно, вот уже все сказали, вот вы говорите, уже все исследовано, все сказано. Мы знаем поименно и тех, кто убивал, и тех, кто сдавал, и тех, кто промолчал, например, или не протянул рук в помощи. Или стучал. Или стучал. Никто не мог знать, что еврейский ребенок у няни – это не ее ребенок, это только соседи, не полицай, ну то есть это… Ну понятно. Это абсурд. Вот про это стоит подумать, потому что нам очень легко сказать, мы бы не пошли убивать. Вот в Арайскоманде были люди, убивали, мы бы не пошли. Но промолчать иногда нужно. А брать одежду и брать и селиться в этих квартирах, и сдавать своих соседей. И на данном случае в Латвии Мардер Вестерман, который историк, и вот с которым Илья Ленский, который историк, и директор музея евреев в Латвии, с которым мы только что говорили, он сейчас собрал случаи в Латвии, когда помогали, спасали евреям. Это очень трудно, нужно, чтобы эти евреи выжили, и чтобы они еще оставили какое-то, и чтобы они в советское время про это хотели говорить. На этот раз примерно 720 случаев, 200 из них заканчиваются смертью, и всех в основном, или тех, которые спасали, и евреев. Вот. Но эти истории вам ничего не говорит. 720. Когда ты их читаешь и читаешь эти письма, ты понимаешь, что это безумие. В это время помогать и спасать евреев – это безумие. Тем более были эти люди. И мы про них, ну, сейчас про Жанис Липки, да, мы знаем. Мы знаем, просадывался в Леопае. Ну, то есть есть такие местные герои, про которые знают. Но большинство этих историй, они, ну, то есть, они не в таком как-то, в популярном каком-то… Мы об этом вспомним буквально через пару минут, не переключайтесь. Микс Ньюс. О важном шаге историческом говорим. Сегодня Лолита Томсона, директор музея Жанисы Липки, Стислав Пентковский, режиссер-постановщик Мариинского театра, поставил детскую оперу чешского композитора Ганса Краса. Брундибар, по скайпу с нами историк Илья Ленский. Стислав, к вам вопрос. Мы уже выяснили, что, ну, практически историки, можно сказать, ну, какое-то там 80% закончили свою работу. Дальше дело за кем? За культурой, за осмыслением, за тем, чем вы занимаетесь? Я думаю, именно за осмыслением общества. Потому как понятно, что мы работаем с тем материалом, который, ну, вот, удается по крупинкам собрать с тех времен. Если мы говорим про детскую оперу Брундибар, которая на самом деле... Чуть-чуть расскажите, потому что, наверное, все знают, я, например, не знала. ...никакая не детская, то это материал, который мы получили из концлагеря Терезенштадт. Это был концлагерь, который, или по-другому гетто, но это уже вопрос терминологии. По сути, это был пересыльный лагерь, который находился в, ну, совсем недалеко от Праги, около 40 километров. И в этот лагерь попали дети, которые до войны, в 1938 году, еще до оккупации тогда Чехословакии, начали репетировать написанную по заказу Пражевской национальной оперы, детскую оперу Брундибар, написанную композитором Гансом Красой. Это была детская сказка. Это была детская сказка, написанная для детского хора и одного баритона, и камерного оркестра. И там был детский сюжет. Это было всего лишь о том, как дети маленького города борются со злым шарманщиком Брундибаром, который не дает детям исполнять собственные песни, так как весь город в него влюблен и слушает только его музыку. И в какой-то момент появляются добрые животные, которые помогают этим детям побороть Брундибара, и самое главное, весь город настроить против Брундибара, и весь город, и эти дети, и эти добрые животные, они выгоняют Брундибара. Вот такая вот была сказка, которая не была поставлена в Праге, но была поставлена в Терезенштадте, и эта сказка для них была фактически надеждой на собственное освобождение. Для них победа над Брундибаром, это была победа над Гитлером. И те, кто выжил в этой истории, а их совсем немного, они так и рассказывали. Их буквально сегодня единицы. Но они так и говорят, для нас каждый раз победа над Брундибаром, это была надежда на собственную победу. И 55 раз они показывали этот спектакль в Терезенштадте. А тут надо понимать, это был не самый обыкновенный пересыльный лагерь, это была такая модель, потому как в тот момент нацисты хотели убедить весь мир, что все в порядке, там люди находятся на постоянном проживании, у них постоянное проживание, их условия жизни соответствуют плюс-минус норме. И в какой-то момент туда приехала комиссия Красного Креста, им показали детское кафе, им показали бассейн, им показали спортивные соревнования, которые действительно там проходили периодически, потому как это такая модель создавалась. Они увидели концерт, и они увидели детскую оперу Брундибар. Дети, которые поют эту оперу специально для Красного Креста. Ну, не уточняется, что перед этим, чтобы лагерь освободить, многих отправили в другие лагеря в восточном направлении, и тем самым лагерь не был таким перенаселенным, переполненным именно так. И вот после того, как в последний раз эту оперу дети исполнили для Красного Креста, и после того, как нацисты сняли фильм «Фюрер дарит евреям город», после этого почти все дети были отправлены в Освенцим, в Треблинг. Это было очень много направлений, и, надо сказать, есть особая связь с Латвией, с Ригой, потому как очень многие, кто были в Терезинштадте, были отправлены в Ригу, и погибли они именно здесь, в лесах под Ригой. И сегодня есть несколько женщин, которые выжили в той истории, и они как раз и говорят о той удивительной связи, которая есть между Латвией и Терезинштадтом, и Брундиваром. И действительно, этот проект появился вначале в России, он был во многих городах, потом он перекинулся в Эстонию, в этом году мы это показывали в Русском театре Эстонии, и всегда это происходит в какие-то военные даты, ну, по понятным причинам, как-то принято говорить на эту тему именно по военным датам. Ну, вот, Митя, этот проект, он только для того, чтобы напомнить или рассказать людям, которые не знали о том, что бывают такие истории, ну, бывают же такие люди, действительно, или для того, чтобы уже те, кто знает, действительно каким-то образом это отрефлексировали, пережили и шли дальше. Вот наш сейчас главный вопрос, что дальше? Ну, понимаете, в чем дело? У этой истории прямо много уровней. Первые два уровня, детская сказка, это, наверное, самый очевидный уровень. Второй уровень, это сказка на войне, это действительно тот материал, который вызывает у людей огромное сочувствие. И если мы видим после спектакля, во время спектакля у людей на глазах слезы, то мы понимаем, наверное, мы делаем необходимое дело, и то сочувствие, которое вызывается у людей, оно не исчезнет, оно не пропадет. И знаете, я очень аккуратно на эту тему говорю и прошу меня правильно всегда понять, и мне приятно, что я нашел понимание в этом вопросе в Израиле, у людей, которые на самом деле транслируют официальную позицию. Ведь это не просто сочувствие, которое вот сегодня конкретно у людей к конкретной истории. Это не просто их слезы. Это то сочувствие, которое у них, в принципе, сохраняется. это сочувствие, это сочувствие будет потом использовано ими во многих других случаях, и оно будет им помогать, оно будет улучшать их, оно будет, безусловно, способствовать каким-то внутренним изменениям. Ведь сегодня, когда есть огромный дефицит сочувствия, вот такие истории, они рождают именно его. И для нас, это, например, в театре, это очень важно. Ну и помимо этого, помимо этого, есть еще один уровень. Вот вы только представьте себе, и я уверен, меня Елена в этом вопросе поймет, вот смотрите, весь город, который влюблен в одного единственного Брунди Бара и готов слушать его единственные песни, поначалу этим маленьким детям не позволяет петь собственные песни, но потом в один прекрасный момент в одну волшебную ночь появляются какие-то волшебные животные, которые весь город настраивают против Брунди Бара и весь город, который до этого поддерживал Брунди Бара его выгоняет из этого города. про то, что пришла Красная Армия и всех спасла, да? Ну как бы... Нет, нет, нет. Это окей, я, естественно, рутрирую, конечно же. Это история про то, что общество нуждается в какие-то моменты в диктатуре, диктатура является запросом самого общества, но оно неминуемо само же этого диктатора и выгоняет. Обязательно. Вот смотрите, помните, как, Ильяна не даст соврать, как все международные сообщества не верили в то, что творилось фашистами, нацистами в концлагерях, просто не верили. Даже когда это говорили свидетели этих зверств и так далее. Но это янкарские знаменитые истории, да? Конечно. Но смотрите, вот мы говорим о том, что общество всегда посылает какой-то запрос к Вселенной. Что сегодня происходит в Китае? Суйгурме, например. Это что? Илья, мы с вами еще. Илья. Алло, Илья, слышите нас? Да, я здесь. А то, что-то, как будто у вас ветром унесло, такое ощущение было. Смотрите, у меня такой вопрос, и мы к вам именно как к историку. Мы затронули такую историю, что существует какой-то запрос на диктатуру, существует запрос на порядок. Вот, например, если проводить налоги с началом 2000-х с России, ну, мы не можем с Леной этого не делать все-таки иногда, там тоже был запрос. Нет, все равно не согласны с Миттем. Нету запросов на диктатуру. Руку и порядок и так далее. Все запросы на диктатуру, они искусственные. Вот, но тем не менее, сейчас, например, одно из самых популярных, один из самых популярных уже там пару лет сериалов, который получает огромное количество наград и так далее, рассказ «Служанки». Не знаю, все ли знают, да? Это, собственно, история об обществе и коллаборационизме в этом обществе. Как легко оказалось вот за секунду просто, за одну ночь взять и сломать все демократические институты. Просто за одну ночь. И те, кто попытался порыпаться, их, естественно, быстренько вздернули, красиво вздернули на шпалах, что называется, все остальные тут же подчинились и молчали в тряпочку в течение многих-многих лет. Понятно, что, конечно же, в какой-то момент зародилось сопротивление, это естественно, да, но оно точно так же, как это положено, много-много лет было в подполье, ну и так далее, и так далее. В общем, короче, можете почитать книгу, достаточно, книга намного сильнее, чем сериал, вот, или посмотреть сериал, который сейчас действительно сорвал огромное количество призов. Почему? Сериал очень медленный, он очень нединамичный, там почти ничего не происходит, только бесконечное хождение с мукой на лице у главных героев, но он рассказывает о том, как легко в одну секунду подчинить обществу любой самой, казалось бы, неприемлемой идее. Илья, как вы считаете? В смысле, смотрите, во-первых, общество разное. Ну, тут оно было показано, если брать этот пример, очень демократически, да, Америка. Нет, смотрите, значит, ну, то есть, почему считается, что историки знают ответы на такие вопросы. Если бы кто не слушал историков, то, может быть, и историки бы и знали. Но нет. Смотрите, я скорее тоже не верю в то, что бывают какие-то запросы общества. Опять же, скорее мы можем говорить о предложениях. То есть, появляются люди с предложениями, некоторыми, если их предложения не соответствуют потребностям общества, то это предложение просто игнорируется. Да, то есть, если мы вспомним то, что обычно приводят как классический пример приход Гитлера к власти, да, который представляет о том, что вот якобы в общем-то был запрос, который Гитлер реализовал, то мы видим, что на протяжении 12 лет перед этим Гитлер никому особо не был нужен. Достаточно медленно набирал популярность, у него были конкуренты, было достаточно количество развилок, и, что самое важное, так сказать, пришел он к власти только потому, что таково было политическое решение президента Германии. Да, то есть, это не был какой-то запрос общества, это было, в общем-то, осознанное решение одного человека, или, скорее, достаточно узкой группы внутри немецкой элиты. Другое дело, что действительно в течение нескольких лет нацистам удалось, как они сами формулировали, унифицировать, гомогенизировать общество, да, то есть постепенно были ликвидированы все институции, которые не вписывались в нацистскую систему руководства общественным, но они были заменены чем-то другим. То есть, опять же, сложно сказать, насколько там любая диктатура соответствует запросам, или что бывает как будто сформулированный запрос на диктатуру. Да, то есть запрос, который, скажем так, произносится на кухне после третьей, не является каким-то политическим запросом. Да, то есть, как бы все вот эти вот вздохи о том, что надо бы крепкую руку и так далее, совершенно не значит, что человек будет думать ровно так же, когда его будут молотить палкой по голове. Несомненно, бывают люди, но это обычно как раз не из тех, которые рассуждают на кухнях, а из тех, которые рассуждают в телевизоре, о том, что когда молотят палкой по голове, это хорошо, сказать, которым как раз нравится, вот как бы, чтобы похардкорнее и так далее, но в целом я не верю, потому что бывают такие прям запросы общества. А можно я уточню тогда вопрос? Скорее реакция общества на предложение. Окей, можно я уточню, Илья. Смотрите, нет запроса на диктатуру, может быть, но есть же запрос, несмотря на то, что мы все уже знаем про Холокост, мы все знаем про националистические распри, резня между братскими народами, Югославская война, ну и так далее, и так далее. И тем не менее, почти в каждой стране в какой-то момент истории, даже после таких страшных исторических событий, вдруг поднимает голову какой-нибудь национализм, и люди радостно за него хватаются и идут. Это значит, он все-таки всегда живет, этот запрос? Ну вот у нас последнее событие убийства в Берлине. Так нет, смотрите, это же этот запрос, который никуда не девается. То есть как бы урок Холокоста, скажем так, урок, он же не в том, что нехорошо людей убивать, то, что людей убивать нехорошо, это вещь, которая всем известна, и которую никто не считает для себя обязательным, как мы понимаем. Да, то есть как бы из-за событий в Югославии или событий в Руанде или еще каким-то совершенно ни один националист в принципе ничего не может выучить. То есть единственный урок, который националист поедет, ну или скажем так, радикальный националист может вынести из этих вещей, это то, что если он будет слишком радикально приводить в исполнение своей идеи, то в какой-то момент к нему приедут в гости соседи на танк. И это как бы вот такая вещь, собственно, я бы осознала ООН, да, чтобы приезжали не соседи, а чтобы приезжало международное сообщество на танках и людей как-то держало в узде. В этом смысле главное, что произошло в Европе, это отнюдь не осознание Холокоста или проработка Холокоста. Это то, что в 50-м году, Господи, через 5 лет после войны, Англия и Франция, извините, Германия и Франция смогли войти в Единый Союз, да, то есть то, что потом стало Европейским Союзом. Это главное решение, что обе страны нашли внутренний ресурс договориться. это гораздо важнее всего осознание Холокоста. Это то, что люди, в принципе, отказались от насилия как инструмента решения конфликтов. Это самое важное. Лолита, это есть ответ на вопрос, что дальше, как вы считаете? То есть только объединение, отказ от... Я, правда, не очень в это верю. Ну как? Невозможно отказаться от конфликтов. Всегда найдутся люди, которым это выгодно, разжигание. Вопрос в том, что им хочется. Ну или хочется, да. Надо перестать мыслить во всех этих категориях, кому выгодно, какие там закулисные. Существование... Я не про полиции. Я не про великий госдепартамент. С разными мнениями это как бы ничего мы с этим не сделаем. Можно только смириться и научиться как бы вот это вот многообразие мира, его как-то модерировать и добиваться, чтобы люди не резали друг другу. Мне кажется, что мы вообще можем как-то, во-первых, быть в ответе сами за себя и за то, что мы делаем. Во-вторых, если говорить про какие-то памятные мероприятия, там все в порядке, люди приходят, помнят. Кому-то болит больше, кому-то меньше, кому-то все равно. Я не про то, что мы начали тем же коллабиционизм, то есть убивали-то и евреев, и психически больных людей, и цыган, и вообще не знаю, там каких-то активистов. Но дальше, что мы делаем в современном обществе, потому что это все 75 лет назад, то есть это давно уже, как мы живем с этим. И в Латвии эти все памятные войны, они продолжаются. У нас и у одной стороны население Великое Отечественное, у другой стороны население всегда будет три оккупации, рассказ про этих оккупациях, и с одной стороны сталинских репрессиях евреев, которые послали в Сибирь или в других лагерях. У них был хотя бы какой-то шанс выжить, а для Латыша это главная страдальческая история, то, что в 1941-1949 депортации сталинские. То есть это очень сложные темы, и все время это в какой-то момент все это вылезает, и это здорово, потому что извините, в советское время не было вообще такой возможности говорить про такие вещи. Если вы думаете, что в советское время с памятью Холокоста все было в порядке? Нет, не думаем. Нет, ну там тоже, там вот жертвы фашистов, да, нету никаких, не было развлечений. Очень редко, да, где было... Слова такого не было. Не, ну в Румболе хотя бы на Едиши была запись, еще в каких-то местах было, но в принципе это всегда были эти все мифические советские граждане. Гражданское население. Да, да, и поэтому мне кажется, что сейчас за последние 10 лет я... Ну, просто нету такого, чтобы довольный культурный человек не знал или что было Латвии, или про коллабиционизм, или про, ну, разные отношения. Мне кажется, что это... Ну, дальше-то ты можешь думать, что с этим делать. Еще нужно понять, что в любом обществе, неважно в российском, бельгийском или в каком, участие населения просто все равно. Ну, они живут насущным днем, их интересует желтая пресса и с кем у Киркорова новые дети. Ну, это же тоже нужно понять. Мы так требуем, чтобы вот это вот... Нет, мы как раз-таки этого не требуем. Мы говорим как раз, да, секундочку буквально. Мы все как раз, если уж говорить, да, не про ту желтую прессу и так далее, мы следим за информационной повесткой мировой, не только, понятно, сугубо латышской или сугубо российской и так далее. Мы прекрасно знаем, да, что происходило, например, после выхода романа Рутова Нагайта своей. Это было, ну, мягко говоря, очень серьезная травля Рутова Нагайта, которая была развернута, причем не только в Литве. Совершенно не согласна, совершенно не согласна. Она была у нас в музее и в Литве. Я говорила про то, что я читала, да, про ту же. А я с ней встречалась. Я поэтому очень хочу вот по этому поводу и сказать. Рута написала книга «Мусишка наши». Два года было не травля, были дискуссии в Литве. Историк, ну, она журналист, там было и ошибки, и куча всего, и публицист, и пиарщик очень хороший. И были дискуссии, потому что все-таки историки же исследовали тему тут, там. Ну, то есть, то, что было замечательно от этой книги, и она издавалась опять и опять, это была тема Холокоста, сотрудничества, коллаборационизма в Литве, и это обсуждалось. Травля, это уже вторая часть. Это не из-за книги про Холокост, это травля. Да? А про что? Значит, я не так считала эту информацию. В Нью-Йоркере тоже Маша Гессен написала, что прямо написала... Значит, травля была из-за того, что Ванагайта решила, что она теперь, значит, властительница ДУМ, и начала высказываться по темам, в которых она смыслит еще меньше Холокоста. Она стала обсуждать вопросы, как бы, лесных братьев, она использовала источники, по сравнению с которыми даже какие-то советские протоколы допросов, это просто верх правдивости, какой-то выуженный из интернета мусор. Она сделала кучу громких заявлений и на что литовское общество среагировало. То есть, там было пару совершенно нездоровых реакций, но в целом как бы, нельзя сказать, что это была какая-то уж чудовищная травля. Ну, в русской прессе это было преподано именно так, что вот она сказала правду и за это получила по шапке. Но это не... Да. Нет, начнем с того, что она, как правильно заметили, кто-то из литовских историков, что все, что в книге Ванагайта правильно, оно не ново, а все, что ново, оно неправильно. То есть, как бы, никакой, никакой вот такой невероятной правды там нету. Более того, когда ее... это бывает в книгах, просто кто-то смог открыть глаза, кто-то не смог. Нет, ну, смотрите, просто как бы для меня вопрос ванагайта был закрыт вот на той, собственно, дискуссии, которая была улетой в музее, когда она, честно, сказала, ну, смотрите, вот вы, историки, меня осуждаете, а почему? Я же простая глупая баба, почему вы от меня чего-то хотите? Это цитата. Точно так же это может быть и дематическим выражением, да, я тоже часто говорю, я простая русская баба, хотя я не русская и непростая. Вот, ну, смотрите, это как бы в данном случае это не было никаким дематическим выражением, то есть как бы она пыталась объяснить, почему к ней нельзя подходить с тем же с тем же аршином, с которым подходят к работам других авторов. Мне совершенно непонятно, если ты берешься писать на тему, которая болезнена, травматична и исследована до кучи, то, ну, будь добросоответствуй. Не училку. Синя, можно, я вот сейчас слушаю вас всех, я сижу тут ученый, юрист, и думаю, ну, во-первых, я считаю, что чем больше мы будем говорить на очень сложные темы, тем лучше будет. Чем чаще и больше мы будем говорить на очень сложные темы. Я тяну дальше картинку. Вот Илья сказал, что однажды Франция и Германия для себя решили, что нет насилия, да, потом это шире, шире, шире распространялось. И теперь ведь, когда мы говорим о коллаборационизме, когда мы вспоминаем Холокост, общество и мир пошли дальше. Они же говорят не только о насилии. Недостаточно отказаться от того, чтобы кого-то вешать, сжигать, а ведь травля может быть совершенно и другого сорта, и она есть, да, это то, к чему мы сейчас подошли к концу нашего разговора, и значит, что этот разговор не должен закончиться, что мы должны снова и снова прийти, отталкиваясь уже от того, сколько мы проговорили, и со следующей ступеньки говорить. Это для Латвии сегодня очень важно, в том числе для Латвии, хотя это важно для всех, и в каждой стране это по-разному. Поэтому... Оружие немножко изменилось. Раньше это было оружие, ну, типа пистолица, а теперь это оружие информационное. Оно еще может быть и законным, оно еще может быть и чем угодно. Митя, хотел сказать. Мне хотелось только коротко сказать именно в поддержку Латвии. Мне кажется, в Латвии случилось то, что вот в вопросе осмысления Холокоста, то, что происходит немного где. Если мы пойдем в музей Рижского гетто, то рядом с выставкой, посвященной евреем в Латвии, мы увидим выставку, отдельная экспозиция, касающаяся геноцида армян. Казалось бы, истории очень разные. В действительности у них общее самое главное это история про геноцид. И в этом смысле вот это расширение темы, когда мы говорим про Холокост, про самую крупную действительно катастрофу, в данном случае человеческую катастрофу, в данном случае катастрофу еврейского народа, но мы говорим на эту тему и видим много-много других примеров. И все эти примеры имеют огромное значение и в этом смысле действительно невыгейн. отличная точка сегодняшней нашей беседы. Мы, естественно, будем продолжать, как сказала Лена, мы обязательно будем говорить на очень острые темы. За сегодняшний вечер огромное спасибо Лолите Томпсоне, директор музея Жанни Слипки, Мстислав Пентковский, режиссер-постановщик Мариинки. По скайпу с нами был историк Илья Ленский, Лена Лукьянова. Кюля Писпыль. Впереди выходные и ведите себя плохо.